всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очень интересная тема откуда взялись хищники откуда они появились откуда такое явление природы что одни животные терзают убивают других по значку виде уже можно в принципе догадаться что хищники это ринкарнированные или перевоплотившиеся до потопные люди которые и так убивали друг друга и животных сегодня мы об этом с вами более подробно разберем у меня уже есть на этом канале видео я вот она тоже записал хищники но я так в свободе слова поговорил там сидя на на горе но сегодня разберем более подробно по писанию по библии ролик получится достаточно длинный но зато мы с вами все точно уясним и поймем а самое главное в конце узнаем каким образом нам сделать так чтобы в мире не было хищников куда их всех надеть убить или как сказано об иисусе сама себя говорил что нужно погубить душу или спасти вот мы с вами узнаем как же сделать так чтобы мир был прекрасным добрым светлым чистым давайте как всегда все от начала и обязательно напомню что изначально мир богом был создан каким все животные все люди созданы все были веганами это очень важно понять очень важно знать прежде всего кто не знал это важно знать и для веганов и для не веганов надо прекрасно это осознавать более того об этом свидетельствует все писания известных так называемых мировых религий это библия так называемая христианская да первая глава который у вас на картинке на экране она именно об этом свидетельствует что бог любовь создал мир веганским где все животные люди должны были что любить друг друга а любовь не причиняет ближнему зла и сколько может делает добра берешит откуда и была переведена библия иудейская тора первая глава под названием берешит это то же самое что бытие по-русски свидетельствует о том же сам потому почему потому что в принципе ветхий завет библии это переведенная иудейская тора там сказано все абсолютно дословно более того находится евреи и иудеи люди из передающей евреи исповедующий иудаизм которые тоже вегетарианцы веганы причем они ссылаются именно на эту тоже главу нас на сотворение где сказано сотворение мира богом любовью веганского мира здесь и любит друг друга и тоже становится веганами это очень тоже важно ну и коран хоть ты тресни хоть это и краткая это хоть и не краткая это такое изложение с элементами сочинения библии и торы вместе взяты там отголосками тоже это есть при желании любой мусульманин обратившись вот действительно к истокам о том каким мир был создан и каким мир будет в небесном царстве бога любви царствие любви то только там где никто никого не будет не убивать не мучить что же случилось после сотворения всем известная грех падение адама и евы она и заключалась в том в чем что люди адам с евой впервые в жизни что сделали убили животное и сожрали его труп именно этот грех символьно и образно описан нам во 2 3 в 3 в частности главе книги бытия берешита тоже бытия библии берешита торы об этом отголосками обо всем есть в коране да затем последовало убийство каина мавеля ну в общем то все по наклонной покатилась да и мы с вами знаем о таком явлении о таком событии мировом как всемирный поток к нему мы с вами и добрались в 6 главе уже бытия книги бытия сборника под названием библия давайте все почитаем очень интересно кто вдруг впервые будет смотреть на видео никогда в оригинале не читавший этих вещей когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери тогда сыны божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали их себе в жены какую кто избрал и сказал господь бог не вечно духу моему будет пренебреженными людьми потому что они плоть пусть будут не их 120 лет читаем и по синодальному переводу не суть важно да в то время были на земле исполины особенно же с того времени как сыны божьи стали входить к дочерям человеческим они стали рожать им это сильные издревле славные люди и увидел господь бог что велико развращение людей на земле и что все мысли обращу внимание на эту фразу в писании каково состояние человечество было до потопа великое развращение что все все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и рассказ и господь что создал человек на земле воскорбил в сердце своем слушайте я всегда удивлялся этой настолько знаете есть двоичное усиление троичная вот этой троично усиленной фразы ну как там в литературном языке это правильно называется я своими словами вам как могу доношу да велико развращение людей на земле что все мысли и помышления сердца и были зло во всякое время то очень важно понять очень важно представить этот это состояние человечества до потопа до потопа это ад вот самый настоящий ад нет еще так называемых государств полиции армии люди просто рвут друг друга это важно понять это то что мы в истории человечества кто-то где-то в близких видит в каких-то войнах кто-то застал тут до сих пор полно конфликтов на земле это вот самый настоящий ад это только еще отголоски до потопа просто без суда и следствия но в принципе в мировые войны все то же самое происходит где-то да давайте еще раз в библии всегда обычно все два или три раза об одном и том же говорится давайте еще раз зачитаем что еще рассказано но земля растлилась перед лицом божьим и наполнилась земля злодеяниями и воззрел господь бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоть извратила путь свой на земле это очень важно понимать очень важно всегда вникнуть посидеть если хотите поставьте на паузу этому видео просто поразмышляйте над этим очень важно всегда знаете есть такое понятие вот сочувствие сострадания да то есть погрузиться в это состояние сочувствовать человеку животному ли кому-то вообще в беде это значит пережить почувствовать это на себе вот это то же самое все очень важно что когда о чем-то мы думаем представить себя на этом месте иисус правильно крыл что закон жизни лишь в одной в одной фразе и в одной мысли в одном мировоззрении в одной жизни человека жизнедеятельность человека поступать другими так как ты хочешь то поступали с тобой наоборот никому ничего не делать того чего не желаешь себе чтоб с тобой делали вдумайтесь в это вся земля растлилась а помышление всякого человека зло от юности его это очень важно понять в библии сказано как видите очень общими словами но благодаря немало известной книге еноха нам более подробно раскрыто хотя это тоже все только лишь слова которые надо просто вдуматься посмотрите хроники какие-нибудь документальные что творилось там во вторую мировую посмотрите хроники какие-нибудь ну для русских я говорю там чеченскую войну посмотрите там афганскую войну посмотрите вьетнамскую войну кто с америки да уже были видеокамеры посмотрите на что люди становятся способны и до чего доходит в своей жестокости и безумии помышление сердца безумного жестокого человека это просто караул до чего мы можем докатываться это все не просто слова посмотрите такие документальные фильмы как лики смерти если вы способны такое смотреть что там показано как люди что-то вытворяют вот эти лики смерти если способны посмотреть по моему он сколько серийный 6 я не мог смотреть и и пяти минут такого фильма это просто караул вот эти лики смерти это вот даст вам не вот это вот все такие слова знаете просто мы читаем так и ну да подумаешь там зло помышление помышление сердца зло во всякое время от юности его нет вы посмотрите если вас не вырвет на третьей минуте ну значит у вас что-то не так с помышлениями сердца с умным сердцем что же мы читаем в книге еноха и они взяли себе жен люди вот эти славные люди великие и каждый выбрал для себя одну и они начали входить к ним и смешиваться с ними иначе научили их волшебству и заклятием и открыли им срезывание корней деревьев они зачали и родили великих исполинов рост которых был в три тысячи локтей они поели все приобретение людей так что люди уже не могли прокармливать их тогда исполины обратились против самих людей чтобы пожирать их как мы видим ну исполины такие же люди просто до потопа мир духов как его называют ангельским и мир был не разделенные от человеческого ангелы и люди жили на одной земле это кстати тоже надо не забывать и понимать это да и они и они стали и обращаю ваше внимание на эти слова в книге еноха и они стали согрешать по отношению к птицам и зверям о том о чем было богом заповедно чтобы люди неважно ангелы да не причиняли зла беззащитным живым существам которые не имеют духа да не имеет душу но не имеет духа они не имеют так скажем сознание выбирать между добром и злом они просто добры по природе своей но все эти исполины люди стали согрешать по отношению к птицам и зверям и тому что движется и рыбам рыбам птицам зверям то есть по отношению ко всему животному миру но согрешать здесь слово неважно опять все мы с вами читаем в неких переводах понятно убивать стали убивать насиловать эксплуатировать а что еще стали делать и стали пожирать друг 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 с другом их мясо и пить из него кровь тогда сетовала земля на нечестивых вы думаете почему мы живем в таком адском растительном мире по сравнению с миром рая и даже с допотопным миром хотя после рай земля уже сетовала на адама с евой и стала произвращать ему колючки репей но более того после потопа еще земля стала более скудна к человеку из-за того что он проливает на нее кровь потому что все сотворено из земли бог наделил то скажем землю даром я выражаюсь детским языком вы знаете кто мои ролики давно смотрят но будем таким языком выражаться что бог наделил землю по сути все от бога и бог всячески во всем да но по-детски нам сказано в той же самой первой главе мы с вами все пропустили я общими словами сказал что земля до произрастить душу живую поэтому убивая живые души людей губя саму конечно природу которая земли растет живые души которые земля производит животных то не птиц рыб неважно каких млекопитающих там позвоночных нет людей убивая проливая их не кровь на землю мы что гневаем землю гневаем бога тогда сетовала земля на нечестивых вот благодаря книге еноха мы видим о чем идет речь я вам сказал наглядно в картинках могу вам порекомендовать лишь посмотреть что лики смерти как я уже сказал есть подобное не художественно это просто наборы документальных отрезков со всего мира где какие как где чё какие ужасы происходят со всяких воин там с военных конфликтов просто какие-то садистские вещи это просто ужас что же происходит после всемирного потопа и благословил бог но и сновею сказал им плодить размножайтесь и наполняйте землю дострашаться вас это трепещут все звери земные если раньше они любили человек теперь они страшатся и все пи птицы небесные все что движется на земле и все рыбы морские ваши руки отданы они все движущие что живет будет вам в пищу как зелень травну даю вам все только плоти с душой и и кровью не ешьте взыщу и вашу кровь в которой жизнь ваша я здесь отвлекусь по поводу ноя и этого якобы разрешение богом человеку убивать животных на канале в этом же плейлисте в котором и это видео будет вы найдете это веган по библии все эти места я даю все ответы но здесь кратко все равно скажу что я люблю стараться все равно во всех видео хоть кратенько как-то поэтому небольшие получается но за каждую тему которую мы затрагиваем что-то сказать все эти вот эти уже слова якобы слова божьи все писания если вы почитаете написаны таким вот языком якобы бог чё-то кому-то сказал почитайте коран просто для интереса со мной почитайте у меня на канале есть запись корана половинка рано я зачитал с комментариями посмотреть как пишется мухаммед точно так же поднимал палец к небу и говорил так говорит господь и прямо влагал в уста бога те-то или те-то слова добрые или злые здесь то же самое поймите наконец единственно что есть правда это то что бог есть любовь и мир изначально был создан веганским это ну по отношению к животным тем самым и в любви друг другу все что дальше вы читаете в библии кроме первой и второй главы книги бытия это все уже человеческое это не бог дал такой закон это но и дал но и дал своим поколением но и сам не смог я в том ролике в котором более подробно все это разбираю это показал сейчас мы с вами пропустили 7 8 главу сразу перешли к 9 там все это очевидно но и сам не смог отлепиться от греха убийства животных поэтому он что делает делает закон типа закона моисея в котором позволяет убивать животных но так как он остался один вместе со своей женой и детьми он горит только друг другу не убивайте а вот человека и и взыщу вашу кровь в которой жизнь ваша с каждого человека это очень важно понимать это не закон божий кто ссылается вы знаете труп ожора на девятую эту главу это не они просто ничего не понимают бог есть любовь это закон но я это не закон уже божий закон божий написан только в одном месте в первой главе книги бытия и в евангелии где есть неискаженные речи и события жизни иисуса христа все это уже закон но я это не закон божий а то что все это влагают и приписывают слова бога это все чепуха бог говорил с ноем точно так же как он говорит с вами абсолютно точно так же часто как я вам поднимаю палец вверх и говорю что бог есть любовь не смотря вот на все вот это точно так же делает каждый человек просто есть люди активно есть пассивные да вот и все есть те кто говорят а есть те кто просто молча думают но и дело тоже самое это он установил так скажем первый закон это то что он уже влагал в умы и сердца своих детей своих потомков но это не закон божий это не истина что же мы дальше читаем взыщу я от всякого в зверя взыщу также душу человека от руки человека то есть вы видите если воспринимать что закон божий тогда моисей прям противоречил закону божьими даже даже словами ноя моисей уже спокойненько сказал да вот этого можешь убить этого можете убить можете убить всех и на при все соседские народы вместе с детьми и стариками можете убивать своих еды при единоплеменников якобы еще и во имя бога да пожалуйста бог но словами но и прямо человечеству запрещает вообще каким-либо образом убивать человека ибо в защиту также душу человека от руки человека от руки брата его потому что после потопа у но и были только трое сыновей это сейчас мы все друг друга китайцы американцы православные католики протестанты настолько тупые что не способны даже вот этого понять сколько не общаешься можно этих православных а там американцы у них плохие особенно у русских православных все у них плохие китайцы всех захватят да мы все от одной капли крови дважды причем раз от адама с евы дважды второй раз при двух или трех свидетелях истинно всякое слово второй раз вон от ноя все мы опять делим эти плохие эти хорошие да цель человеческой жизни самому познать истину которая в свободе бессмертия любви всего ко всему и передать и другому научить другого потому что каждый человек на земле это твой брат и твоя сестра поэтому ты его не вечной муки посылаешь и мечтаю чтобы он там горел в аду а пытаешься его изменить всяческим способом вот цель жизни человека кто прольет кровь человеческую того кровь прольется рукой человека бы человек создан по образу божьему пожалуйста закон моисея прямо противоположен тогда закону даже ноя или божьим вот религиозников можно элементарно все это их все эти бредни и разоблачать просто жалко что в на всегда это были единицы кому это возможно и даже иисусу этому не удалось его спокойненько за эти разоблачения прибили к кресту прежде из уродов избиений но сегодня мы на какое внимание обратим место взыщу ее душу человеческую от всякого зверя слушайте как можно со зверя ну все считают особенно убийцы труппажоры очень любят ссылаться на мир хищников о том якобы вот раз в природе все это есть почему мы не можем до друг друга слушайте как бог будет взыскивать но пусть даже мы сейчас якобы слова божьи тут-то действительно есть истина божия надеюсь вы понимаете как надо читать писание все что соответствует истине а истина есть бессмертие свобода и любовь то есть истина то мы принимаем из бумажек и слов человеческих живых таких как я уже ушедших или давно бывших с нами оставших там бум в бумажках свои слова изречения все воспринимается через призму бессмертия свободы и любви все что соответствует этому то есть истина ты как же можно взыскивать с животных якобы которыми которые просто по закону инстинкт как говорят то убивают и кушать ну а как им еще хотя сейчас благодаря современному миру всем камерам известно он сколько там всяких роликов интересных в интернете когда и истории мы сейчас можем узнавать да когда хищники являются травоядными там есть и львица есть история конечно можно их подвергать сомнению мы же лично ничего не видим зачастую да вот но такие есть варианты да уж не говоря о том что хищники спокойно домашних хищников называют кошки собаки спокойно вон у веганов живут на веганском питании на и счастливы и красивые сильные все да но ближе к теме как же взыскивать то будет тайна хищничества и хищных животных раскрывается на вот в этом после вот в этом событии послепотопном когда вся земля омывается и все души все души человеческие все вот эти вот убийцы которые убивали животных людей кого они превращаются то есть они уже в жизни свои навыкам навыкам приобрели такое свойство своей природы они в жизни спокойно рю посмотрите реально документальные хроники 2 великое отечество не великое неважно в россии было мировая была второй мировой войны посмотрите любые хроники войн что люди делают друг с другом с животными друг с другом чего же там до животных посмотреть они с человеком чего творяет человек почему это делает просто вот посмотрите как там расстрелы проходят просто масса в один человек может просто сотню ложить просто так идет и просто в лоб стреляет всем все прям без всякого этого только перезаряжать успевает какие издевательства как заживо живому человеку там головы отрезают это просто караул чем одному второму третьему человек просто становится шизанутом мы думаем откуда посмотрите видео как-то мне в интернете помню попалась я конечно такую смотреть долго не мог но через силу посмотрел был ролик минутный или две да вот надо было конечно как то может он у меня где-то есть у меня тогда так поразил я никогда этого вживую как в этой жизни видел как волки убивают а тару овец когда ночью перепрыгивают вот через там эти заборы пастушище и вот как они что это делать это конечно караул овечки ничего сделать не могут они просто пятится упираются в стену все это стадо а волк прям подходит и прямо одну за другой хлобы съевшие и лама и вот так и просто убивает их одну за одной он их стук не съест и не унесет но он убивает их всех они вот просто стоят и они ничего сделать не мог защищаться они не мог и вот он они их там два волка по-моему было или один или два пом 2 запрыгнули я правда не знаю кто это какой-то снимал зачем это этому потому что он пастуху или как все это появляется но это реально съемка и прямо на телефон сами понимаете почему давно было сейчас уж там развивается цифровая да и то любую компьютерную графику пока еще реально отличить от видео вот реально съемка там ночью при ночном камере видно как это так вот все в красных таких тонах потому что там съемка на ночью я в шоке бы но муж потом согнал может просто так заснял но лишь психи могут даже снимать даже сразу не побежал принц все равно это сам же потом овцу сожрет вот но вот это реально была съемка я просто вообще у меня прям душат одну прям в горло и и вот этих овец просто ломает вот до чего так люди тоже самое возьмите два ролика вот так пополам на экране смонтируйте как от делает волк и как это делает там какие-нибудь возьмите хроники второй мировой как я говорю все один в один вот это вот все один в один ничего человек становится просто вот как мы говорим что животные по природе свои животные были созданы по природе свои добры и мы им не было заповедь дана там не творить зла они не творили все хищники появившиеся после потопа это души вот эти вот допотопные души которые стали ну как зверьми да хотят слова не очень хорошие звери сами все неплохие это вот хищники на хорошее слово больше подходит действительно что хищников не было изначально вот эти люди стали хищниками то есть кровожадными убийцами то есть они убивали себе подобных животных всех у кого душа живая у кого плоть есть только ради того чтобы сожрать его там ну и ради других всяких развлечений это очень важно понять я картинах тут вот разных ног на гуглил некоторые знаешь что с оборотнем связано откуда все это да откуда все это в человечестве поймите у каждой мифа легенды про вампиризм там есть свои корни человек становится из человек становится вот вот эта иллюстрация тоже очень хорошая давайте я вам ее приближу вот так я даже хотел на значок поставить но она не совсем отражает и и просто мелко не будет видно это мне как-то больше на значке вот так там хоть что-то как вы видите видно вот что как бы идет переуплощение до реинкарнация души человеческой может сказать животное да вот ну здесь как увидеть все то же самое очень наглядно хорошо показан смысл да тут уже и голова животного и тут же меч этот нож убивает вон кролика вот тут у нас в принципе как и хищники друг другу убивает им уже без разницы ты считаешь как посмотрите любую хронику убивают слабых там не те народы но тут же надо убивают и свои за что-то да поэтому здесь по спокойненько медведь убивает и орла вот они что-то убивают и барашка в общем тут полная программа вся тут вон и волк и убивающий это лошадку да то есть в общем все здесь и чё тут леса тоже тут уже в общем все тут намешано полный букет да очень иллюстрации такие вот наглядные да вот вам и весь секрет и вся тайна вы думаете откуда все вот это вот по поводу перевоплощение там на востоке вы думаете у этого нет корней или нет основания для истины именно так все это именно так поэтому хищники которые появились после потопа это животное плоть добрых животных да но это вселившиеся туда души живут души злых людей людей убийц терзающих друг друга вот будь с них это взыскано да будет это причем образные слова это образные слова потому что я все равно он и при жизни все творил и дальше продолжает творить и после будет осознавать конечно же безусловно вот на той картинке тоже хорошо было показано люди будут вселяться не только особенно люди злые грешники убийцы там насильники они будут вселяться не только в души хищника в плоти хищных животных уже так называемых вот вы поняли в образ хищник потому что это они есть хищники но они вселяются их души жертв так называем платоядных которых будут убивать их же так называемые братья-хищники да для чего чтобы познание как как побыть в чужой шкурке вот есть один закон жизни поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой никому не делать ничего чего не хочешь себе именно этот закон жизни на практике нас и учат этому закону да когда мы не понимаем его на теории когда ты сам окажешься до на бойне человеческой там или хищник тебя убьет когда ты сам окажешься в клетке на всю свою жизнь в зоопарке когда ты сам с тебя с самого с живого с деру шкурку чтобы на себя напялить как меховую в меховой индустрии ты сразу все поймешь вот если не понимаешь при жизни прошедшие концлагерь знаете мне недавно одна веганка она в израиле живет она мне рассказала что она была на лекции герри юровский он приезжал как раз в израиль но известного веган активиста проповедника она говорит он говорил что как будто как бы и в израиле прочитается там чуть ли не верю что веганское движение ну на душу населения так скажем процентном соотношении больше всего там всего и продукции там производят веганской вот в общем так скажем столица веганство чуть ли не израиль да вот ну это все относительно конечно но не суть важно но и гарри ростер что вот вы как бы у вас почему такое вот это отношение больше людей приходит к веганство типа из-за того что сильно евреев много гонений и вот в ту же самую вторую мировую они больше всего там настрадались да ну якобы кто там будет судить все эти страдания проценты ну вот вроде как поэтому но это конечно далеко не так вот именно проходили многие страдания и что они все становились веганами люди концлагеря проходили никак не могли применить собственный опыт копта животным опять же хотя к ним относились хуже чем к животным вот именно неужели нельзя было действительно спроецировать на свое отношение ко всему мирозданию к тому кто плачет да уж чего не там понасмотрелись это конечно вот именно но нет что они все стали веганами все их не дети стали веганами нет как у меня часто бывает уже выключил видео и забыл вспомнил что забыл сказать о том а как же сделать чтоб хищников не был на нашей земле метод только один когда все станут веганами когда все станут веганами тогда что не будет хищник потому что все животные которые по природе от бога созданы они добры а все хищники это перевоплощенные души злых людей не будет злых людей не будет хищник все очень просто на этом у меня все go вега ролик конечно сегодня хоть и хищников он больше понимаете к животному миру к веганству и об этом не зря говорю в принципе я вам сказал практически все я хочу призвать вас вот на есть у меня давайте сначала сделаю тогда анонс на этом канале на котором вы смотрите это видео христалю проповедь пищу и в пустыне вегана у меня есть четыре час плейлиста я их разделил первое веган по сердцу это где я собираю видео не ну не некоторые я выпускаю а просто на ю тубе вот там все тоже эти фильмы видео выступления проповеди известных активистов веган активистов 2 я так скажем поставил это я записал серию видео по эду винтерсу веган активисту из англии у нее есть 30 оправданий серии роликов и и книга там написано я написал не веган потому что я зачитываю текст и со своей колокольни все тоже считаю нужным какие пять копеек свои вставляю сейчас мы к этой странице на моем сайте к этому плейлисту обратимся есть веган во христе где вот свободе слово во всем я говорю и веган по библии этот ролик я стараюсь не дублировать но я его продублирую все-таки в оба плейлиста и веган во христе где вот проповеди и веган по библии про чтобы он не потерялся вот как я уже показывал будут два ролика похищником у меня и когда вы перейдете на страничку моего сайта не веган потому что сейчас под четвертым номером но не суть важно да вернее мы к с вами к оглавлению перейдем у меня тут 34 ответов на вопросы и я вам рекомендую кто хочет более глубоко разобраться в теме ну посмотреть хотя бы вот к этому видео вообще кто хочет попасть небесное царство стяжав и в себе раскрыв полноту любви к божьему творению то я вам рекомендую посмотреть после этого видео кто может впервые попал на это видео ну хотя бы вот эти вот 9 ответов на вопросы звучат они так одни животные едят других животных о хищниках туда я вам принципе показал как я добавил туда просто две ссылки еще на эти вот видео у меня есть клыки поэтому я имею право есть животных убийство и поедание животных неотъемлема часть нашей культуры и традиций якобы это не так мир был создан веганским наши предки ели мясо почему нам нельзя поедание животных часть пищевой цепочки смерть это части жизненного цикла ну хотя бы вот эти они вам дадут ответы на все эти многие вопросы так общие представления и в концовке я хочу всех только призвать кто хочет действительно попасть в небесное царство любви бога любви иисуса христа со всеми святыми и наслаждаться всеми его радостями начиная от просто прекрасные преизобилующие плодами для человека и радостями всяких там речек морей так далее жизни человека где животный мир обожает человек как обожал в раю где люди любят друг друга никогда никакого зла никому не сделают кто хочет попасть в прекрасный мир как иисус сказал по его заповеди сначала это царство небесное и царство любви надо у себя в умном сердце в себе самом приобрести изменить свое мышление свое мировозрение и естественно свою жизнь только тогда это царство небесное которое внутри у вас есть царство любви ждет вас и вы в нем окажетесь обязательно свое время но остяжав это изменив свою жизнь от избытка сердца от избытка мировоззрения и жизни откроется и уста и заговорят уста ваши будете проповедовать ибо чтобы сделать мир до веганским нужно что-то для этого делать если мы хотим чтобы в небесном царстве любви было много разных красивых прекрасных людей мы должны постараться сделать это сами изменить этих людей проповедую им истину и на этом все ставим обязательно лайки к роликам и делимся ими у себя соцсетях на своих всяких разных ресурсах чтобы люди знали истину опознав ее обрели полноту счастья уже здесь на земле внутри сердце умного сердца своего ну а в конце времен и по плоти наслаждались этим счастьем в небесном царстве любви бога вечном бессмертном свободном царстве любви бога любви и и Субтитры создавал DimaTorzok